И было солдату 10 лет. Понимал майор Капустин, что предстоит ему серьезное объяснение с начальством. Но другого выхода не нашел. Не мог он оставить своего сына Артура. Совсем одного. А предстоит у знакомых уже не было времени. Первый раз в жизни Артур летел на боевом самолете. От Днепропетровска до Польской Праги. Одного из районов Варшавы. Летел в кресле стрелка и держась за рукоятки грозного пулемета. Переговаривался с отцом по микрофону. Смотри, сынок, шутил отец. Ты теперь главная защита хвоста. В небе без стрелка я ничего не стою. Особенно, когда атакуют мессершмиты. Сыном летного полка Артур встал через день после прибытия в Польскую Прагу. Так что ты, Артур Капустин, думаешь делать на фронте? В упор, глядя на мальчишку, спросил командир полка полковник Вайк. Артур потянул из коса, глянул на отца и, не уловив никакой подсказки, воевать, товарищ полковник, и отдал командир приказ о зачислении Артура Капустина сыном 658-го авиационного полка за прилежность, за исполнительность воинской службы. В день десятилетия связанному от полка Артуру Капустину присвоил звание ефрейтора. Свой приказ командир зачитал перед строем заслуженных фронтовиков и как равному пожал мальчику руки. Когда летчик разошелся к своим машинам, к Артур подошел стрелок, дядя Вася. По такому торжественному случаю, значит, положил солдату оружием награждать. И стошно вложил в ладони молтишки маленький трофейный пистолет. Ой, спасибо, толкий промутался Артур, не в силах отвести взгляд от пистолета. А теперь пойдем в балку, получу стрелять. Первую обойну расстрелял Артур в тот день по специальной мишени. А вскоре пристанутся. Ему случай применить оружие. И в другой обстановке Артур знал, что в окрестно леса бродит невставшийся в плен СССР. Однако и подумать не мог, чтобы они решились открыто днем подойти к самому аэродрому. Поэтому часто ходили в ночь по лесополосе, прям к ледному полю. Как-то ранним утром Артур побежал в лесополису собрать букет весенних цветов. Там между деревьев он увидел два белых пятна. Услышав немецкую речь, замерз за кустом, сердце его так заколотилось, что казалось сейчас услышать те двое, находящиеся в 20 шагах от него, шпионы. Как их задержать? СССР торопливо подошли к мотоциклам, стали развязывать вещмешки, укрепленные на багажниках, вытащили оттуда гражданскую одежду. Сейчас они быстро переоденутся, удерут к своим и расскажут все про наш аэродром. Хэнди Хох, что из духа закричал Артур и трижды выстрелил вверх. Увидев перед собой мальчишку и услышав тревожный вой сирены на аэродроме, фашисты переглянулись и бросились на утек. Но СССР вскоре задержал патруль. За проявленную бдительность Артуру Капустину перед строем объявили благодарность.